У нас в студии стало веселей. А почему? Не просто Юлия Курочкина улыбается, а гости к нам замечательно и заглянули. Мы с большим удовольствием представляем вам наших гостей. Сегодня это Максим Максимов, эквилибрист на катушках, и Надежда Максимова, артистка цирка. Это ребята, представители цирка Филатовых, которые сейчас находятся с гастролями в городе Екатеринбурге. Доброе утро! Доброе утро! Мне кажется, уже весь город Екатеринбург и область сходила на ваши представления. Если есть те люди, которые не были, мы сегодня для них расскажем. Давайте познакомимся с вами, с каким номером вы выступаете в программе. На вас прекрасные костюмы, отличный цвет волос, мне очень нравятся бланинки. Мы выступаем в жанре эквилибристики. То есть это как бы металлические трубы, ставятся сверху дощечка и пытаешься баланс ловить. Грубо говоря, как почти по канату ходить, но немножко разные вещи. Я вот считал, что эквилибристика это не только вот эти трубочки и палочки, это канатах. Да, это все относится к одному, да, получается, все относится к специфике. То есть эвилибристика это балансировка? Да, по сути получается, да. Слушайте, а как вообще выбрали именно этот жанр? Он был первым и единственным или каким-то... Или это ваш мужичок выбрал у вас образу? Нет, ну как бы с детства, получается, все равно родители цирковые были, вот. И, соответственно, меня также воплощали, в общем, в циркового артиста. Надежда, как вас принудили к этому? Расскажите. Совершенно случайно мы встретились с Максимом и начали вместе работать. Встретились там где-то на веревке, да? Он сказал, если ты не со мной, то ты падаешь. Нет, мы встретились не в цирке, и я раньше не работала там, благодаря Максиму. А так можно? Я просто думал, что в цирке исключительно по наследству передается в должность. Нет, еще можно на стороне найти, наверное, себе. Можно научиться, можно пойти в цирковое училище, ну, различные способы есть. Круто. А вообще, ну, я не знаю, конечно, удивительно, говорить внутреннее ухо, да, в мужичок. Приходилось ли падать, или как-то есть какие-то способы, как себя защитить от этого? Ну, способы есть защитить себя, то есть, когда падаешь, есть специальные там группировки, когда падаешь, ну, то есть не на руки, а вперед. А ну, вот расскажите, что это за группировка? Вот скорбь сегодня вот на улице, в материалке. Поможет ли нам эта группировка? Конечно, ничего нет. Если вы вот, например, падаете прямыми руками вперед, больше удар идет на, соответственно, вот на эти кости. А если прижата рука и на бок, то просто плечо чуть-чуть отобьете, и все. То есть, сгруппировались? Ну, да. И накололи их, кто-то, собственно, к себе. А вы прям отрабатываете вот эти вот падения? Ну, да, приходится, потому что бывали случаи, что никогда не отработаешь падения, и упадешь. А во время выступления? Ну, во время репетиции. А когда репетируете, у вас вот там куча труб, вы уже стоите наверху, внизу что-то есть, ну, какая-то страховка, или наверху страховка? Нет, ну, поначалу, когда учился, соответственно, да, как бы была лонжа, и держали меня чуть-чуть. А ну, потом уже, когда привык к высоте, уже к всему, ну, уже сам спрыгиваешь, знаешь, когда ты точно не можешь устоять, уже сразу надо спрыгивать. А вот спрыгиваете с какой высоты? Какое максимальное количество катушек было под вашими ногами? Ну, в данный момент пока 7, а высота, не знаю, даже где-то, ну, получается, стол где-то метр, да, и даже повыше, метр 50, ну, метра два, где-то два с половиной, три миллиона. Давайте покажем нашим телезрителям, как выглядит эта катушка, чтобы вы представляли. А вы, кстати, где их берете, из чего они делаются, на заказ ли их выполняют? Да, в принципе, в основном делают либо на заказ, либо, если есть уже готовые трубы, вот, по диаметру подходящие, то их просто распиливают, ну, и, в принципе, готовый реквизит. Так, какой-то металлопрокатный цех предоставляет цирковым оборудование, да? Ну, их надо еще поискать, этот металлопрокатный цех, потому что не везде есть они. То есть цех поддержки цирковых артистов у нас где-то на заводе есть, да? Там очень веселые рабочие, такие с пленскими носами выпиливают эти трубы. Но главное, чтобы вы, значит, не тащили эти трубы с какого-нибудь магистрального водопровода, значит, мы без воды останемся. Дим, давай зубы не заговаривай. Да я просто проявляю желание попробовать. Давай, пора, пора. Хорошо, давай по сценарию пойдем. Друзья мои, а вот у меня посетило такое желание, дикое, необузданное, попробовать это. Не могли бы вы мне этому посодействовать? Да легко. Кто это писал? Так, Максим, Надежда, помогите, Диме, фрать цирковые. Да, объясни. Лучше помогите деньгами, как говорится. Так, хорошо. Дим, ты освоишь навык, возможно, сможешь зарабатывать, конечно. Я на страховке, на переломе заработаю больше. Вначале левую ногу вот с этой стороны слева. Это как гироскутер? Ну, не совсем. И второй вот сюда, и пока полный упор на левой ноге. Полный упор на левой ноге? Да, и сразу раз, переходим и стоим, вот. И все, и стараемся под ногами держать. Отпускайте, отпускайте, уходите. Я люблю тебя, Марина. Уходите, Максим. Смит, я на это дня. Смотри, как получается. Так, сейчас, подожди, сейчас, сейчас, на другую ногу. Так, давайте руку, потому что можно упасть. Что, мне понравилось? Слушай, Юля, это очень круто. Так, давайте еще. И я посвящаю это всем зрителям утро ТВ. С добрым утром. Сейчас, сейчас, баланс, да? Да, да. Смотрите, у меня получается. Здорово. Ай, браво, 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 браво. А сахарок нет? Нет, собак, с удаления, не взяли. Я думаю, что у него все получилось. Друзья, я напомню, что у нас в гостях находится прекрасная, абсолютно, Максим Максимов и Надежда Максимова, артисты цирка Филатова, которые сейчас с гастролями выступают в городе Екатеринбурге. У меня к вам последний маленький вопрос. Это в жизни как-то может пригодиться вам? Ну, вообще сейчас в магазинах бывают такие похожие вещи продают, и это как бы развивает для серфинга, кататься на серфинге. И для сноуборда тоже хорошо. Да, но я скажу, насчет серфинга не знаю точно, а вот на сноуборде это совсем разные вещи. Я вот вам скажу, совсем разные вещи есть. Да, я тоже достаточно давно катаюсь, там чуть-чуть полегче. Ну что ж, друзья, все отправляемся на выступление цирка Филатовых. У нас в гостях были Максим Максимов, эквилибрист и педагог, для меня личный был, и Надежда Максимова, артистка цирка. Вам огромное спасибо за утреннее хорошее настроение. Спасибо вам большое. На эфир наш продолжится программа событий. Узнаем о самых важных и интересных новостях Екатеринбурга и Свердловской области.